У наших соседей праздник. Тюменская область отмечает 75 лет со дня основания. Югру и Тюменскую область связывают не только границы юридическое родство, но и сотрудничество. Наши регионы строят и вместе дороги, вокзалы, больницы и другие важные для жизни объекты. В вузах Тюмени готовят специалистов для Югры. Тюменские машиностроители поставляют оборудование для югорских нефтяников. Так что это и наш праздник. В Тюмени работает наша съемочная группа. На связи со студией выходит София Исаак. София, ждем от тебя подробностей. Добрый вечер, Дмитрий. В Тюмени отличная праздничная атмосфера. Конечно же, все началось с официальной торжественной части в Дворце культуры «Нефтяник». На ней были и югорчане. Мы побеседовали с Натальей Западновой, заместителем председателя Думы Югры, и Еремеем Айпиным, югорским поэтом. И, конечно, в Тюмень приехала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава Тюменской области вручил ей памятный знак. Она, конечно, в свою очередь сказала слова поздравления. Тюменская область очень врачительно распорядилась своими ресурсами. Сейчас мы наблюдаем развитие и сейчас мы наблюдаем развитие экономики. Реализовываются социальные, научные проекты. Мы, югорчане, гордимся тем, что в большей степени причастны к этим вашим успехам. Поздравляю ветеранов. Когда называли их имена, я подумала о своем личном счастье от того, что я знала и знаю этих людей. Это богатство, которое очень трудно измерить. Отмечу, что Югру и Тюменскую область связывает программа сотрудничества до 2025 года. Сюда входит обеспечение жильем молодых семей, строительство дорог и социальных объектов. Кроме того, добавлю, что зал Дворца культуры «Нефтяник», который рассчитан на 900 мест, был забит полностью. В торжественную часть посетили, конечно, и почетные выдающиеся жители Тюмени. А некоторые из них удостоили наградами за различные заслуги и присвоили звание почетных граждан Тюменской области. Помимо этого, для зрителей была подготовлена концертная программа с выступлением вокалистов и творческих коллективов. Кстати, развлекательные мероприятия на этом не заканчиваются. Сегодня, к примеру, в это время проходит фестиваль экстремальных видов спорта на набережной реки Тура. А позже, через два часа, начнется дискотека, которую будет вести диджей-грув. Это самый знаменитый российский диджей. Обо всем вы сможете узнать в следующих выпусках наших новостей. Но на этом у меня все. Спасибо, София. Напомню, наша съемочная группа работает в Тюмени, где празднуют 75 лет со дня основания области.